Лапта – русская игра с мячом и битой. Современная история этого вида спорта в нашем городе началась в 2009 году. Тогда прошел первый турнир. С тех пор команды школ округа встречаются два раза в год – весной и осенью. Традиционные состязания прошли на новом стадионе Борисовки. Расширилась география команд. К сельским участникам присоединились две городские школы – 14-я и 25-я. Традиционно в лапте присутствуют виды, которые входят в легкую атлетику. Это метание мяча, бег на короткие дистанции. Здесь можно посмотреть, насколько готовы школьники. Сочетая эти два приема – метание, бег – они уже здесь показывают результат в игре, применяют их в игре. Два тайма по 10 минут. Одна команда защищалась в поле, вторая – нападающая располагалась на линии площадки. При атаке спортсмены ударяли битой по мячу и бежали через все поле. Защитники подбирали мяч и выбивали противников, чтобы те не заработали очки. Общается, бежит игрок, самое трудное выбивать, когда он идет лицо к лицу. Потому что может упасть, не предугадать. Участников поделили на две возрастные группы. Четыре команды младшего звена сыграли по круговой системе. Они использовали плоскую самодельную биту. Ей удобнее попадать по маленькому мячу. Игроки постарше предпочтение отдали бейсбольной бите. Команды этой возрастной группы сначала сыграли в подгруппах, а уже лидеры продолжали борьбу за медали. Игра прошла отлично. Я даже не думала, что я способна на такого. Ну, когда тренировались, бегала вообще. Очень трудно было. А сейчас как-то даже хоть хорошо, что не первые выбили. И то лучше. Занимаетесь каким-то другим спортом? Легкой атлетикой или чем-то еще? Нет, не легкой атлетикой, занимаюсь волейболом. В младшей возрастной группе первыми стали спортсмены из Борисовки, вторыми – ребята из соседнего села Корсаковка. Бронза у команды «Скиф» ЦРТДЮ. Среди старших участников ученикам Корсаковки удалось стать первыми. Вторые – спортсмены 14-й школы, третье место у хозяев площадки – ребят из Борисовки.